Привет, непрофессионалы и дилетанты! Меня зовут Александр Бубнов. Мы продолжаем тренировать Спартак Владикавказ. И у нас на носу очередной матч Лиги Чемпионов против Брюги. Что вы пропустили? Вы пропустили матч со Столом и Териком. Мы обыграли Ростов 2-0. Там был нереализован пенальти Ване Гаджиевым. В матче с Териком вообще был кошмар какой-то, потому что мы играли в этом сезоне, да, куча моментов нереализована. Ну вот. Два пенальти! Можете себе представить, чтобы в Грозном, чтобы в Грозном ворота Терика нужно цели два пенальти. Слушай, это вообще... Аздоев на 33-й минуте нереализовал, и на 90-й Дадашов забил с пенальти. Но это было, конечно, очень неожиданно для меня. Мне казалось, что судья этот пенальти не даст. Да, но Яськов, конечно, удивил и поставил пенальти. Бахтир Алиев выучил русский язык, и теперь может уже свободно изъясняться, говорить привет и спасибо. Красавец! Ну знаешь, как Руслан Петухов с Первого канала говорит, что нельзя недооценивать спонтаклоди-кавказ, и знаешь, я думаю, что тут все согласятся с Петуховым. Проблема в том, что посещаемость у нас опять на уровне какого-то детского сада. Я думаю, что в ясельной группе людей больше, чем те, кто приходит на наш стадион. 7500 на матч чемпиона России пришло. Преиместимость в 32 тысячи. Это, конечно, катастрофа какая-то. Ну, соперник сильный. Я не могу назвать их аутсайдерами группы, да? Тут же Весли, да, обладает, видимо, неплохими характеристиками. А Чипунг, это известный тоже игрок Виктор Классом, Ванакин. Ну, в общем, ребята здесь не робкого десятка собрались, поэтому тут я скажу так, что идите и устроите для фанатов настоящее шоу. Фанатов у нас немного, вот прямо стыдно. Лига чемпионов все-таки, а болельщиков мало. Но ничего с этим не сделаешь. Я, конечно, честно пытался как-то так говорить с руководством на эту тему. А руководство на тему даже разговаривает. Не хочет говорить, зачем? Вы, главное, показываете игру. Да мы эту игру уже показываем сколько сезонов. И все показываем и показываем, а болельщики все не идут и не идут на матчи. Это уже как-то, знаете, я думаю, не от игры зависит, а от того, что наших игроков многих даже на улицах не узнают. Говорят, этот Бахтиар Алиев, ну, знаешь, как осенью еще был случай, пошел, купил арбуз, да, на базаре. И этот, к нему по дороге на базу, да, пять человек подошли, и они думали, что он сам их продает, представляешь, и потребовали ему их продать. Он говорит, да я же Бахтиар Алиев, я, говорит, играю за спотак Владикавказ. Да им все равно, за кого ты там играешь. Требовали, послушайте, чуть не вырвали арбуз из руку Бахтияна. И он еще по-русски-то только вот недавно научился говорить, вот, а до этого не умел, и там что-то эк-мек, и они думали, вообще нелегальный мигрант. Ладно, не вызвали этих пограничников, а то там было бы совсем неприятно. Ну, вот, не знают игроков, послушайте, не знают. И меня это даже в какой-то степени, ну, обижает. Когда, когда я говорю, послушайте, меня на интервью уже позвали, вот, это журналисты, причем местные, да, из Севков ТВ, и говорят, этот, ну, на каких игроков вот вы возлагаете надежды? Ну, я говорю, там, Шаво, там, Будунов, Газаев. Они говорят, Газаев, говорят, а тот, который с усами, что ли? Я не знаю, елки-палки. Вы че? Лучшего подбандира команды не знаете? Ужас. Гачичи Ладзо, ну, такое прощать нельзя. Там Мансити уже с Олимпиакосом разбирается. Нам надо вот тоже победить в этом матче. Уэсли, классом. Ванакин, вот, отобрать не получается. А здесь Сулейманов тоже так, неважно, действует против Анчипонга. Выдергивает Хусейна, да, и в итоге выстребил по воротам. А Олимпиакос вообще уступает Сити. Видимо, Олимпиакос попытался сыграть первым номером. Вот, в общем-то, то, я думаю, на что многие, то, чего многие ждали от нас, что мы пойдем первым номером играть Сити. Мы этого делать не стали. Дадашов не забивает, хотя в этом матче уже однажды он отличился. Алиев назад играет. 4-0, слушайте, там вообще вынос идет капитальный Олимпиакоса. Но я надеюсь, что на матч с Манчистов-Сити сюда, во Владикавказ, все-таки болельщики пройдут, но хотя бы больше 10 тысяч на трибунах мы соберем. Я надеюсь на это. Сулейманов, подача, и Дадашов прощает. Хотя Сулейманов сделал все, что мог в этой ситуации. Но не получается. Аздоев без каточки обходится. Ну, знаешь, счет 1-0, да, это совсем нерадостное известие. Тут нужно куда крупнее уже выигрывать. Сулейманов, Газаев бьет, отвратительный удар. Я вас всех, я вас всех заставлю ядра пинать, пока у вас ноги не отвалятся. Потому что так плохо нельзя действовать. Ребята, так плохо нельзя действовать. Надо лучше играть. Надо именно в завершении атак у нас... Ну, что Аздоев сейчас делал? Что ты сделал, Магомед? Вот пасы то более острые вышел. А до того, я не знаю, какой-то ерундой страдал. Аздоев. Бахтияр, хорошо. Ну, Газаев, ну, на скорости ворвись, пострели. Ну, что ты будешь делать? Ну, прострел это тоже не каждому дается. Хусейн в центре поля был не совсем аккуратен. Ну, мы пока впереди. Но я скажу так, что... Я знаю, что вы можете еще лучше. Батрас Газаев вообще не может себя найти. Он бедный. И забить не может. И из-за этого нервничает, переживает. Конечно, я могу выпустить Чентурию. Но дам до 66-й минуты шанс Батрасу. Потому что надо давать шанс. Надо верить в людей. Давать своим футболистам возможность реабилитироваться. Если они этой возможностью не пользуются, вот тогда можно их костерить. Как не знаю кого. Ну, вот Алан Бубнов снова не попадает в ворота. Хотя у него это уже третий удар в матче. Такой острый. Но не получается забить. Будунов отдал на фланг здесь Бахтияр, Алиев. Сыграл на Батраса Газаева, Будунов. Но вот в итоге перекладина. Бахтияр, Алиев приложился по мячу. Ну, моментов тьма тьмущая. Вот здесь действительно моментов тьма всего один гол. Это рискованно. Хаджиниязов, подавай! Ой, хорошо. Ну, да дошел. Тоже вот один гол забил Рената. Дальше дела не идут. Ничего не клеится. Так, вот Аздоева наградили здесь горчишником. Это уже, конечно, рискованное мероприятие. Когда опорника награждают горчишником. Дадашов, подача. И здесь Будунов. Ну, надо было забить Саша. Саша! Саша! Надо было забить, конечно. Здесь вопросов нет. Но очень плохо играет Батарас Газаев. Я дал шанс, честно. Пусть выходит Чентурия. Но вместо Аздоева Ваня Гаджиев. Потому что все-таки здесь желтая каточка. Не хочется получать красную. Да, дошел. Скорость есть у Рената. Он ее сейчас показывает. Ну, вот. С прострелом. А, то есть это не ушел мяч. Это Наталь накосячил. Тут Бахтияр Алиев подает угловой. Ну, там было довольно опасно. Могло бы быть опасно. Чентурия. Непонятно, что делать. Но Бахтияр все-таки прострелил. Будунов пробил. Но защитник Брюге удар заблокировал. Снова навес на Алана Бубнова. Он там в центре внимания. Каждую атаку. И здесь Бахтияр был уже в офсайде. Дебок. Хорош. Чентурия в отборе. И, ну, только пас отдал в центре. Зачем-то там с трудом что-либо мог уже сделать наш футболист. Ну, вот здесь Дадашов неплохо исполнял. Жубал. Бразильский защитник. Этот мяч на себя принял. Бахтияр Алиев. Еще одна подача. Снова Бахтияр. Ну, вот у него, конечно, сейчас не получилось. Больше того, помогите. Морбилл Карлосон. Что за фамилия? Это издевательство надо мной. Морбилл Карлосон. Как я ее должен произносить? Надеюсь, у него там отчество не рефрижератор заведешь какой-нибудь. А все может быть у этих шведов. Они там и за холодильник могут сейчас замуж выйти, если надо будет. Гаджиев. Ну, Ванечка, умница. Умница, Ванечка. Вышел на замену с передачи, кстати, Чентурии. Я же тоже его выпустил на замену. Ну, вот. То есть, видите, как сработала тактика. А Рома, Чентурия сыграл на Ваню. Ну, Ваня пробил, конечно, неважно. Какая-то самежу ног у вратаря. Но этот удар был... Ну, профессионал бьет в угол всегда. Это важная деталь, да. Надо бить в угол. Если ты бьешь по центру... Ну, удар не получился у Вани. Вратарь, конечно, этого тоже не ждал, что тут такой будет плохой удар. Вот. Но все равно там скорее... Ну, это ошибка вратаря в большей степени. Но не мастерство Вани. Ваня забил, но это, знаешь... Не тот гол, которому я буду стоя аплодировать и говорить молодец. Если бы он в уголок катнул бы, это было бы другое дело. А тут, не пойми, что сделал. И радоваться этому я не буду. Дадашов. Прострел. Ну, вот здесь идеально. Вот здесь идеально. Дадашов, четурия. Третий мяч. Рома. Ну, Рома правильно открылся. Там ошибся защитник, который непонятно куда рванул. Дебок куда рванул. Стоял рядом с четурия. Он бы не дал этот гол забить. Но он побежал, не пойми куда, не пойми, что делать. И результат я получил по полной программе. Алиев. Чертурия Будунов. Удар плохой. Так, ну тут надо уже немножко аратировать. Я думаю. Бахтияр Алиев и Будунов очень серьезно поднаелись. Конечно, можно выпустить Цакоева вместо Будунова, наверное. Потому что Бахтияр-то иностранец. И пусть он играет. А вот Цакоев россиянин. Вернее, не Цакоев, а Будунов россиянин. У Будунова голевая передача уже была. Цакоев. Ну, главное, сильно его не нагружать. Но мы 3-0 выиграли. Задачу выполнили, да, скажем так. Это была уверенная победа. Да, я доволен. Но столько моментов не реализовать. Понимаешь, да? 21 удар, 6 створ. Ну, должно быть минимум 10 створ. 10, не 6. 10 створ. У них 6 ударов створ. Ну, из 6 ударов створ 3 гола. Это хороший показатель. Но из 21 удара должно быть 10 ударов створ и 5 голов, как следствие. А в результате получается вот так вот, как получилось. Полтора миллиона мы заработали. Дадашов лучший игрок матча. Ну, в принципе, молодец так держать. Ну, что ты будешь делать? Не со своими улучшенными контрактами. Уже достали. Два года 8 месяцев твой контракт действует, Михаил. Твой контракт действует долго. Чего ты лезешь? Бахтияр Алиев тоже хочет улучшенный контакт. Ну, ты 800 зарабатываешь. Да, но у тебя тоже контакт на 2 года и 8 месяцев. Бахтияр. Твоя статистика, да? Ты, может быть, некоторые матчи играешь неплохо, да? Но все, что ты сделал, это один голевой пас. Это один голевой пас. Ну, суперкубки хорошо еще один. Два. И что? Это контракт, что ли, новый? Бахтияр. Я эту наглость не понимаю. Чего ты сделал-то? Ты сезон за нас не отыграл даже. И требуешь новый контракт. Где игра-то на новый контракт? Если бы ты... Нет, если бы ты играл там на восьмерке, на девятке в каждом матче, да? Там голы бы пачками забивал. Ну, или голевые передачи бы выдавал. Там у тебя была бы не одна голевая передача, а 10. И ты бы мог сказать, вот, я чувствую, что я играю хорошо. 19 лет! Бахтияр! 19 лет! Какой контракт? Твой контракт действует еще достаточно долго. И главное, лезут. У нас он тоже был один парень, да? Магомед Азиз Бубнов сейчас. В Реал Мадрид перешел, да? 500, это, 500 евро получает неделю. Бахтияр, ты 800 получаешь, понимаешь? Этот 500 зарабатывай в Реале. Ну, он там в аренде в Бордо. Ну, ты представляешь, да? Ты представляешь? Вот. А ты жалуешься, потому что у тебя контракт маленький. В суперклубе вон играет человек. За копейки. Ну, кстати, в Бордо играет хорошо. Смотри, в Бордо играет. В Лиге 1 две голевые передачи. Затем, ну, оценка у него 7,8 в Лиге Европы и 7,3 в Лиге 1. Между прочим, да? Ну, вот это, вот это я называю уровнем, да? Ну, он что-то не ноет там, контракт это не просит. Играет и играет. Так что, Бахтияр, ты смотри на других ребят, как они делают. Слушай, а с Викторией Аплзень Монако не далась. Хотя, казалось бы, да, там, ну, не знаю, казалось, должна даться, да? Но не получилось. Ну, что, сын Грибан слишком поздно его выпустили на замену. Он там не смог уже повлиять на ход игры. Хотя, вроде бы, тут пахло изнасилованием, да? Но, жири Шеллер оформил хитрик. Ну, Иржа, наверное, принято произносить это. Вот. Но спас, спас Вику Аплзень от изнасилования. Чентурия вот тоже помогал Бахтиярам носить арбузы. Ушиб свою грудную клетку. Упал с лестницы, там, уронил на себя 10 арбузов. И сейчас будет вместе с Улиханом Саванидзе лечиться в Кинзмарауле, там, я не знаю, чем-нибудь еще. Ну, а нам предстоит игра с Краснодаром. 6900 всего зрителей. Это, конечно, позор какой-то. Так, ну, хорошо. Давайте играть. Давайте показывать класс. Так, Ланбугнов дает нам такой совет. Квинси Мининга. Надо встречать. Мамаев у них на фланге играет. Это, конечно, интересно. Как они его умудрились поставить на фланг. Я хочу, чтобы играли так же, как и в прошлый раз. Ну, вот. Ну, в принципе, Брюге по игре не впечатлил. Мы их задавили. Я думаю, что с Краснодаром так легко не будет. Все-таки эта команда и нас лучше знает. Да, и по подбору исполнителей она, ну, как мне кажется, должна быть посильнее, чем наши предыдущие соперники. Ну, мы состав немножечко подкорректировали. Да, у нас Ацакуев с первых минут играет в этом матче. Ланбугнов, Нава, который новый контракт там заслуживает. По крайней мере, он так считает. Я вот к этому вообще отношусь. Знаешь как, ну, ты подписал же этот контракт. Значит, ты, ну, золотой мяч с этих пор не выиграл. Ничего не изменилось, да, по-хорошему. С тех пор, как ты его подписал. Значит, тебя он устраивает. Значит, не надо заниматься ерундой и отвлекать тренера по пустякам. Дадашов, Гаджиев. Плохо. Вот когда контракт будет заканчиваться, да, вот там ты свои условия и выдвинешь. Сколько ты хочешь зарабатывать? Что тебе нужно, чтобы остаться? Дадашов бил дальний, Калинич ловит. Вот. А когда они просят контракты, когда, знаешь, сами только недавно, недавно заключили, ну, извините. Это не к нам. Хаджа Ниязов исполняет штрафной и бьет выше. Хотя неплохо вроде бы прикладывался. Мог что-то забить там. Хаджа Ниязов теперь с углового бьет и Бубнов головой. Алан очень неплохо смотрится. Ваня Гаджиев. Но затем ты не мог без нарушения чисто сыграть, что ли, там. Я думаю, что мог. Дима Сулейманов не очень уверенный вброс. Но вот сейчас Хаджа Ниязов здесь может с фланга что-то создать. Да. Контр-атаку на наши ворота, например, может он создать. И вот куда выдвинулся? Я поджопник получил на НАВА вместо нового контракта. Ну, сейчас вот важно. Важный перехват сделал. Ну, на НАВА вообще копейки там зарабатывал у себя в Грузии. Перешел сюда, в Россию. И еще что-то ему надо. Там какие-то сумасшедшие деньги требуют. Я не знаю. Ну, игрок хороший, перспективный. Но мы поговорим о продлении контракта, когда твой контракт будет истекать. Вот там мы поговорим. А до этого не надо. Гаджиев. Газаев. Хороший заброс на Дадашова. Умница. Ренат умница. Исполнил как положено. Ну, и здесь Батрас Газаев, конечно, выдал ему хорошую передачу. Дадашов пробил на исполнении. Вот всегда бы так Ренат играл. Там Петров, конечно, подвел Констандар. Из-за него офсайда не было. Ну, и Дадашов исполнил сгонова в дальний угол. Вот это удар! Вот это действительно удар. Видно, что тренировка с ядром для Рената даром не прошла. И он там здорово подстроился под удар. Корпус заложил, пробил. Все, как я на тренировках показывал. И как я учил. Уцокоев умница. Вот это точно по ядрам умеет бить. И сейчас пробил он здорово. Кстати, ему там не Батрас ли ассистировал? Нет, Аздоев ему ассистировал. У Батраса предголевой пас. Вот здесь вот мага заработает. Захалявит голевуху. Там, конечно, не было никакого сумасшедшего вывода на удар. Ничего такого не было. Но удар получился классным. Ну вот куда сейчас Хаджиньязов выбрасывал, мне интересно. Там все были закрыты. Он просто в соперника выбросил. И довольный стоит. Да, да шо. Прострел не получился. А Гаджиев решил за чем-то в касании пробить. У него удара... У Гаджиева удара отродясь не было. Но он почему-то думает, что он и есть у него. И регулярно бьет. Но одно дело бить, как он в матче с Брюгге забил. Да, там с 5, ну не с 5, ну там с 8 метров по воротам. И другое дело бить, когда там до ворот метров 30. Чтобы с 30 метров бить, нужно иметь удар, как у Цакоева хотя бы. Хаджиньязов подача. Вот здесь Цакоев. Ну, Цакоев может отовсюду забивать. В принципе, он здорово по вот этой схеме выполняет роль атакующего полузащитника. Да, регулярно подключается в штрафную. Путает оборуду Краснодара. Они растягиваются на Газаева и Дадашова. А забивает результате Цакоев. И голевая передача Хаджиньязова. Хаджиньязов очень полезное приобретение. Бубнов мог пробить, кстати, головой сейчас. Но Краснодару повезло. Шуалан не добрался там до мяча. Хаджиньязов не очень уверен. Но сейчас головой, вот он, он играет головой, но ногой у него лучше получается. Гаджиев, ну как так можно потерять мяч? Ваня, Ваня, ну это, это косяк. Это фиаско. Вот сейчас хорошо Сулейманов, Газаев, Цакоев, Ибрагим назад правильно, правильно все сделал. Дадашов, Цакоев и Атах Хаджиньязов, ну слушай, заставил понервничать Калинича. И ему не было легко в этом эпизоде. Он там с большим трудом. Так, я довольна вашей игрой. Подлажайте в том же духе. Не сбавляйте оборотов. Ничего менять не буду. Пусть Краснодар меняет. Но они, видите, опустили фланги ниже двух форвардов. Выставили, изменили схему. Поможет ли им это, мы сейчас увидим. Но пока каталирует мяч все равно спорта Клади Кавказ. Тадашов, это Цакоев. Здорово на Гаджиева. Ваня решил пробить. Но опять же, удар такой по центру ворот. Хотя я Ване уже сто раз говорил. Ваня, говорю. Ну, если ты бьешь в угол бей, это сложнее достать. Он бьет по центру и продолжает это делать с упорством какого-то, знаешь, мешаного носорога. Все в одну точку, которая бьет. Это, конечно, не есть хорошо. Кабуре бьет штрафной, бьет выше. Так, и нам пора задуматься о заменах. Надо освежать игру. Магомед Аздуев играет сегодня неплохо. Ну, мы давайте выпустим, например, Юру Удуняна. Можно Цакоеву тоже отдавать отдых. Джамалдин Хаджаньязов устал. Выпустим Арустика Сосранова. Пока две замены вот такие вот. По позициям на освежение игры направленные. Гаджиев играет с Батразом Газаевым. Батраз на Цакоеву. Цакоев выдает на Дадашова. Ренат бьет мило. К сожалению, Ренат. Створ не попадает. Но, тем не менее, сейчас мы... Я думаю, что на концовку Сашу Будунова надо выпустить. Дать ему тоже игровую практику. И дать ему возможность тоже себя показать в таком матче. Ну, здесь Хусейн контролировал полет мяча. Акшин играет с Хусейном. Бубнов. Удунян. Цакоев. И есть вариант слева. Ну, Цакоев идет сам. Ну, что ты будешь делать, Ибрагим? Ну, слева открывался футболист наш. Ты его даже не видел. Ну, как так можно играть в футбол? Для меня это большая загадка. Ну, вот, вот видишь, да. Акшину Асланову лишнюю работу. Что-то ли. Просто из ничего, да? Зачем так делать? Зачем так играть в футбол? Цакоев. Ты дубль оформил, но хватит на себя брать. Отдай партнеру. Тем более, был партнер хорошей позиции. И там, в принципе, он мог и дальше развивать атаку. Сулейманов. Ну, что ты будешь делать? Ташаева не можешь обыграть. Ташаев это даже не оборонительный игрок. Бейли. Хусейн в спину хорошо поставил свою широкую. Цакоев. Дальше на Газаева. Батрас никак не может забить. Голевую он отдал сегодня, но забить никак не получается. Удунян. Здесь Сулейманов. Подача. Ну, здесь могли, могли забить. Могли что-то придумать. Сосранов. Бубнов. Так. Ну, давайте замеру произведем. Дадашов устал. Саша Будунов. Выходи. Мы тебя ждем на поле. Цакоев исполняет штрафной. Бьет выше. Ну, Цакоев и есть удар. Он может с любой точки практически угрожать воротам. Мы к этому уже привыкли. Вот Бейли создает опасность. У ворот Акшина Асланова его тоже тревожит. В принципе, в этом матче Акшин без работы там уж совсем не стоит. Это точно. Его Бейли проверяет с выходом на поле. Менинг удар. И снова Акшин вступает в игру. Да, ну, ребята. Я требую от вас концентрации. Кто там у нас? Сосранов самодовольный. Вот это вообще самодовольный. Вышел на поле, да? Вышел на поле. Сам ничего не сделал. Но уже самодовольный. Вот сейчас Сосранов сыграл хорошо. Будунов. Саша. Ну, Саша протащил мяч, конечно. Правильно все сделал. И дальше бы он врывался в штафну, если бы получилось. И постреливал, я думаю. Газаев. Сокоев. Хорошо на Сосранова. Прострел. Будунову не дали. И еще Ростик. Ну, зачем сам-то бил? Ну, прострели разок. Там ребята исполнят. Нет, занимается ерундой. Будунов подача. Кабуре. Здесь Хусейн, подача еще одна. Там важно дать Газаеву забить было уже. Ну, мы 3-0 обыгрываем Краснодар. Это была уверенная победа. И я доволен результатом и вашей игрой. Тем самым мы уже на 10 очков отрываемся от ЦСКА. Я надеюсь, что в чемпионате у нас проблем в этом чемпионате не возникнет. Здесь мы должны легко подниматься вверх по тоненной таблице. Легко удерживать эту первую строчку, наращивать отрыв и, в общем-то, становиться чемпионами. Ну, Краснодар – это команда Карпина, как вы помните. И Карпин говорит, игра закончилась. Я больше не хочу ее обсуждать. Валера, Валера, ты знаешь как? Краснодар идет на 10-м месте. Я не знаю, что там держит этого Карпина. Кстати, Дадашов – лидер списка Банбандиров. Будунов тоже здесь рядом. Цакуев – лидер по голевым передачам в чемпионате. Вот это радует. И вообще по этому всему везде лидируют, по сути, наши ребята. И по Сухарям на первом месте. Акшина Сланов тоже с большим отрывом. Мы вообще мало пропускаем. В основном у нас сухие победы. Один раз только ЦСКА и Анжи. Две команды, которые смогли нам забить в этом сезоне. Больше пока это никому не удается. Разница забитых пропущенных плюс 23. Это уже много вгодит. Краснодар. Валерочка. Карпин. Спотак он обыграл 1-0. И Анжи обыграл, кстати. Но, понимаешь как? Краснодар. Краснодар с Карпиным в прошлом сезоне на 9-е место откатился. Хотя, по прогнозу, он был пятым. И сейчас он тоже пятый. Но идет десятый. Валера! Ты чё? Ты чё, Валера? Опомнись. Ёлки-палки. Как так можно? Вообще. И, знаешь, и от него верят. Там говорят, что это тренер. Чё вы несете? Какой-то тренер. Это такой тренер, знаешь, который... Ну, это обычный тренер. Он не имеет никаких особых тренерских больших заслуг. Ну, со Спотаком занял когда-то второе место. Ну и что? Это что? Это большое достижение? Великое. Если бы он второе место занял Самкаров, да, вот это было бы достижение. И можно было сказать, да, тренер, действительно, чё-то стоит. Как Бердыев, например, да, вот он на Ростов превратил в тот команду. И этот, ну, вроде с Краснодаром, с не самой слабой командой, да, идет. И причем бюджет у него есть. И причем трансферы он какие-то делает. Вот Кузяев перешел, Баринов перешел, Петров перешел, да, то есть он усиливает состав. Но вместе с тем, как-то этого усиления на деле незаметно. Значит, эта серия также вышла при поддержке Nemo84, его доната на стриме. Вот, поэтому, когда выйдет следующая серия, ну, это зависит от вас, ребята. Надеюсь на пальцы вверх, надеюсь на просмотры, вот. Опять же, ну, скорее всего, да, если серия, если вы быстро наберете все необходимые технико-тактические показатели, то я вам покажу уже, наверное, даже матч с Брюки, вот этот. Если вы быстро наберете, ну, в течение, например, там, в течение трех дней наберете, да, значит, будет вот эта игра. Да, если не наберете, то, наверное, к тому же мы ЦСКА и Ман-Сити посмотрим, вот эти два матча. Но это далеко вперед забегать не будем. Всех благодарю за просмотр, всем всего самого хорошего, удачи и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!